Доброго здоровьи, уважаемые посетители моего канала! Вам, наверное, будет интересно посмотреть, как я тут запускаю свою технику. Я хочу проверить насыщаемость кровью кислородом. Одеваю часы, ввожу код, надо код ввести. Итак, начнем с сатурации или как там ее называют. 94% кислорода в крови готово. Я доволен, доволен. Бывало даже и 100%. Ну, как говорится, как говорится, не всегда все. Все не всегда. Ну что, мы с вами побеседуем. Компьютер начинает, так сказать, помирать. 12-й год, это ему 11 лет. И вот он начинает сдавать. Хотелось бы, чтобы побыстрее. То же самое, только помощнее. Ну, допустим, года 17-го, 18-го, 19-го. Так, с чего начнем? Ну вот первое стоит, голод это оба мне шутки И немножечко побеседуем на тему голодания Тут по-моему надо немножко О, удалить Или приблизить, чтобы рамочка была Я столкнулся со следующей вещью Вот было написано, что сухой голод он эффективнее Чем допустим голод классический на воде И что-то началось повальное увлечение То есть один день там за три, за четыре За три, за четыре Я как-то это самое задумался Задумался над этим И вот хочу сделать некоторые пояснения Следующего рода Я как раз в своей книге И голодание в лечебных целях И разбирал Понятие голод Какие виды голода бывают Что голод бывает вынужденный Ну нету еды, нету еды И грубо говоря ничего вот нету И начинается голодание Голодание значит С лечебной целью С лечебной целью вы уже знаете Что от голода в определенное время Вы будете выходить Все это там такое Далее значит идет Ну прерванное голодание не будем брать Голодание как бы сказать Вот типа того что Человек не доедает Это совершенно другое Другое будем говорить Голодание которое Имеет свои особенности Приводящие К соответствующим результатам Я тоже это описал Наконец таки сухой голод Сухой голод когда человек не пьет воды То тут включается Не столько механизмы Которые разворачиваются на голоде А больше механизмы По типу жажды И будем говорить Человек можно просто Напросто себя засушить Так вот Давайте начнем Ну и то что говорят Якобы голодание Что то там человек там ест Немножечко там ест Или какую то диету соблюдает То ли там соки То ли там отвары То ли еще что то И считается что это тоже Голодание Голодание на сок Голодание там На мясе И так далее Вот смотрите Что у нас получается Вообще то что у нас получается Я люблю с самого начала Опять таки Начинаем с яйцеклетки Яйцеклетка оплодотворена И вот еще не получая особо никакой материальной энергии Материальной энергии Материальных так сказать особо веществ Идет спускание яйцеклетки по трубе маточной Матку Она уже начинает делиться Она уже начинает это То есть Начинается разворачивание Программы построения организма Это важно понимать Одно дело смотрите Программа построения организма Она обеспечивается И уже у здорового человека Поддерживается Совершенно иными механизмами Которые работают Через систему чакр И снабжают организм энергией Естественно всем нужным То есть человек держится Можно так сказать За счет вот этой вот Духовной энергии Так если можно так выражаться Энергии духа Которые разворачивают Тело построения И его дальше поддерживают То есть это идет Источник энергии Которую организм берет Из окружающего пространства Но не из Потребления Пищи И второй источник Которому мы привыкли Вот энергия И так далее Это То что мы потребляем Через Рот То что мы потребляем Через рот Мы потребляем пищу Происходит ее Вот я интересно Изучая процесс питания Я пришел к выводу Что идет Деструктуризация То есть вот это пищеварение Представляет собой Деструктурированный Деструктурированный То есть процесс Разрушения пищи Просто ясно Русскими языками То есть имеется Определенная структура Ну допустим Сало И вот это сало Наш пищеварительный аппарат Он его так Чук-чук-чук-чук Начинает Подготавливать И разрушать На все более 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 мелкие части Которые он дальше Может усвоить То есть Структура пищи Разрушена Превратилась Грубо говоря В мельчайшие Кирпичики Которые Наш организм Может использовать И Использует Двояко Либо построить С нее Собственные ткани Либо Грубо говоря Дальше Разлагая В конце концов На Это самое Получая с нее Энергию И в итоге Из организма Выходит Если это углеводы Они разрушаются Выходит вода И углекислый газ Отлично Да Видите как Интересно Если это белки То еще добавляется К воде Азоб И вот на этой Расщепленной энергии Грубо говоря Мы существуем Ну так называемые Там АТФ Цикл там Крепса И так далее И так далее Но важно понимать Два Источника Энергии И вот Смотрите Теперь дальше Если мы с вами Мы с вами Сначала Вот расскажем О Так сказать Классическом Голодании На воде До Как бы сказать Ну до упора Когда человек Начинает голодать Потребляет водичку Там Ходит И так далее Что происходит Происходит Что вот эти Вот механизмы Которые Энергетические Вот эти вот Как раз Энергетические Духовные Через систему Чакр Поставляют Энергию В организм Кратко скажу О системе чакр Системе чакр Там Семь чакр И так далее Значит В пять Их-то семь чакр Ну я скажу О пяти Пять чакр Переводят Энергию Из Тонкого Уровня На Все более Грубый 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 Можно сказать Почти что Материальный То есть Система чакр Нужна для того Чтобы тончайшую энергию Можно было Взять И перевести Уже на наш Грубо говоря Физический уровень Вот для этого Система чакр И нужна И система Дальше уже Распределения Энергетических каналов Чудесных сосудов Так Кратенько Да А вот Питание Питание Нужно для того Чтобы Поддерживать Наше физическое тело Ну ясно И плюс Она еще может Грубо говоря Поставлять Энергию Так вот Вернемся К нашему голоданию Когда мы Начинаем голодать Вот Вот эти Два Источника Поступления Энергии Работают Как только Перестаем Перестаем Употреблять Пищу Через рот То У нас Больше Активируется Система чакр Энергетических каналов На то Чтобы Ну система чакр Энергетических каналов Так сказать Она уже Просто тут Как бы сказать Магистрали Разносят То что это Система чакр Для того Чтобы потреблять Вот эту вот Энергию Извне Энергию С тонких уровней То есть Мы Начинаем У нас Приоритет Создается На употреблении Этой энергии И чем Мы Больше Голодаем Тем У нас Значит Сворачиваются Вот эти Вот Пищевые Механизмы И Кстати Кстати Чтобы Это было Ясно И понятно Ребеночек Рождается Вот Ребеночек Родился Для того Чтобы Запустить Пищеварительную Систему Вообще Ее Укрепить Развеять Запустить И так далее Требуется Определенное Количество Увремени Если Ему Сразу Дать Колбасу Которую Мы Съедим Бутерброд С икрой И так далее С маслом Что нам Очень приятно И вроде Как полезно Ребенок От этого Просто Может Умереть В несварении Ясно Понятно Да Так вот У нас Как раз Происходит Сворачивание Механизмов Потребления Пищи Через Желудочно Кишечный Тракт Это Огромная Система И Система Система Как бы сказать Получение Питательного Субстрата Из пищи Которую Мы Значит Разрушаем И Распределение То есть Грубо говоря Переваривание И распределение Так вот Эта вот Система Потихонечку Отключается Отключается Ну Будем говорить Потребуется Примерно Не одна Неделя А примерно Недельки Где-то Три Ну В зависимости От Возраста Человека Его Собственного Веса Для того Чтобы Вот эту Систему Отключить Отключается И Клетки Клетки Начинают Потреблять Вот эту вот Энергию Так сказать И вырабатывать И потреблять Они уже Ее начинают В целом Организм Начинают Напрямую Из Будем говорить Вот этого Окружающего Нас Пространства То есть Этот механизм Духовный С чакрами И так далее Начинает Работать На полную Мощь Когда мы грубо говоря Голодаем Отключается Пищеварение И запускается То есть Начинается Тут Вот это вот Наше Энергетическое Поле Так называемая Полевая форма Жизни Так называемая Аура Так называемая Голограмма Они очень Уплотняются Это Прекрасно Ощущается Они становятся Плотными Насыщенными Вот И тут И тут По мере Дальнейшего Голодания Начинают Разворачиваться Процессы Которые Запустив Вот эту Вот Будем говорить Систему питания Энергетическую Начинают Вести Там Исправление Исцеление Создает Особую 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 Обстановку Из-за того Что все Уплотняется Которую Не выдерживают Ни бактерии Ни грибки Ни опухоли Ни прочая Зараза То есть тут Просто Надо естественно Выдержать То есть сначала Достигается По мере Голодания То есть это Примерно Грубо говоря Три недельки Тратиться На то Чтобы Вот в это Состояние Войти И дальше Уже Дальше Уже Поддержать Это состояние Поддерживается До тех пор Ну пока Грубо говоря Там еще Тело Может Имея Какой-то там Запас Своих Тканей И прочее Может существовать Этот процесс Грубо говоря От трех Недель И далее Может длиться Еще три Недели Может длиться Еще дольше У каждого Это индивидуально Это важно Понимать Не то что Сорок дней И все Шестьдесят Семьдесят Дней Вот и когда Как говорят Источники И когда Когда Исчерпаны Все ресурсы Вот материальные То есть уже Грубо говоря Энергетики Не за что Зацепляться Возникает Согласно Исследованию Ученых И тех Кто голодал Возникает Чувство Голода Очищается Язык Он становится Значит Вот этим Красным Что указывает На то Что процесс Вот этот Нормальный Процесс Закончился То есть Организм Значит Все что можно Сделал На голоде Он его Вычистил Он его Обновил Он его Укрепил И все Дальше Он уже Только может Истощаться И если человек Будет голодать Дальше Значит Наступает Третий этап Истощения И тут Он уже Начинает Просто Напросто Таять А До Вот этого Момента До языка И голода Довольно таки Еще много Жизненных Сил Есть Подвижность Есть все Там такое Знаете Ну Можно так сказать Нормально жить Вот Это мы Уяснили Значит На голоде Разворачивается Механизм Энергетический Снабжение Через Вот эту Энергическую Систему Чакр Для того Чтобы Мы Там Жили Это раз И сворачивается Механизм Потребления Через Желудочно-кишечный Трахт Ясно Понятно Да Что происходит Что происходит Если Мы Будем Голодать Насухо Считается Что Значит Один день Сухого Голодания Там По своей Эффективности Равен Трем Четырем Дням Обычного Голодания Это Подкупает А что Происходит На самом Деле А на самом Деле Ну Есть Конечно Люди Уникальные Которые Которые Натренировав Свой Собственный Организм Могут Поголодать На сухой Месяц Есть Такие Даже Наверное Больше Есть Такое Есть Но Это Требует Определенной Подготовки Большинство Жи Не зная Этого Думают Что Они С помощью Ну Грубо говоря Даже Там Семи Дней Умножаем На Четыре Этот Практически Месяц Решат Все Свои Проблемы Оказывается По Своей Действии Сухой Голод Он Больше Влияет На Будем Говорить На Психику Человека То есть Организм Высыхает И Это Значит Сильнейшим Образом Сказывается Будем Говорить На Психике Человека Потому Что Это Трудно Все Это Переносить Если По Настоящему Значит Сухой Голод Выдерживать Но Но На Разворачивании Вот Эх Энергетических Механизмов Которые Должны Вот Это Все Сделать Это Я бы Наверное Сказал Особо Так Не Влияет Как Нам Бы Хотелось И Думалось То 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 Для Того Чтобы Они Развернулись Нужно Время На Сухом Голоде На Сухом Голоде Здесь Мы Грубо Говоря Раньше От Жажды Засушим Свой Организм Нежели Развернем Те Механизмы Которые Надо Развернуть То 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 есть Они Не Успеют Развернуться Как Мы Грубо Говоря Высохнем Нам Плохо Нам Нехорошо И так далее И так далее А вот Механизмы Это я так считаю Может кто-то И Обоснует Что Можно это По другому Но я лично Считаю Так И тут Тогда Следуя логике Моей логике Возникает Вот это Заблуждение Что с помощью Там Сухого Голода Вы Решите Там Все свои Проблемы Так как Он значит Четыре Дни И так далее Оказывается Нет Вы просто Напросто Засушите Себя И не Развернете Те механизмы Чтобы развернуть Те механизмы Человек Должен жить Он должен жить Нормально И вот это Идти Питание Извне То есть Это не происходит Вот так Быстро Знаете По щелчку Раз И Грубо говоря Вы уже Перешли На то Питание Процесс Перехода Как Важно Не тот Который Мы бы Ожидали Вот Например Если Так вот Разбираем Голодание На воде У вас Значит Идет Идет Дальше Значит Организм Смотрите Смотрите Тут еще Так сказать С космоса Приходит Информация Смотрите Что получается Когда Человек Потребляет Воду То Происходят Следующие Процессы Разворачивания Вот этих Всех Механизмов Далее Значит Убиение Вот этих Вот Всего лишнего Всего вредного Разрушения И плюс еще Очищение Если же Вы Начинаете Голодать Насухо Тут Этот механизм Например Очищение Периодического Знаете Человек голодает 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 Три дня Поголодал Четыре дня Поголодал Потом раз Так ему Из него Там вышло Что-то Потом Поголодал Еще Грубо говоря Три-четыре дня Еще что-то Вышло То тут Просто-напросто Это все Засохнет У вас Все это Засохнет И Никакого Отделения Особо не будет Я помню Когда я где-то Голодал Где-то Около 8 На суток На сухача Я это Пошел Уже когда Выходил В туалет И думаю Что такое С меня С меня Выходила Такая Знаете Масса От оказывается Желчь Которая Выходила Тонкие кишечники Дальше там Спускалась Она Настолько Обезводилась Что она Выходила В виде Пластилиновой Пасты Давилась Я смотрю Думаю Что это за стул Потом смекнул Да это Желчь Которая Выходила Обезводилась И стала Похожа На Пластилин Вот То есть Я думаю Что я Донес Мысль Вам Что Нам Чтобы Развернуть Целительные Механизмы Которые Имеются Которые Будут вести Вот как раз Эта Энергетика Наша Через систему Чакр Нам Их надо Развернуть И поддержать До своего Так сказать Ну какого-то там Допустим Конца Чтобы она Поработала Как правило Допустим Люди Не делают Законченное Голодание Потому что Это длинное И так далее Они выходят Раньше Но Но Важно Понимать Следующее Вы начали Голодать Вот дошли До Там Семнадцати Там Двадцати Двадцати Пяти Дней И видите Что С вас Наконец-таки Повалило Вы делаете Клизмы И видите С вас Выходит Вот эта Вся эта Мазута Выходит Значит Вот эти Какие-то Ошмотки Разложенного Из вас Выходят Там Типа Водоросли Наконец-таки Куча Глистов Вываливается Разложившиеся Опухоли Вываливается Идет Какая-то Стеклообразная Слизь Желтого Цвета Белого Цвета Еще Там Какая-то Слизь Важно Важно То есть Вы Поставили Организм Вот в эти Условия В которых Он Начинает Работать Теперь Надо Дать Время Для того Чтобы Это Поработало И мы Смотрим Опять-таки На стул Мы Смотрим На стул После клизм Допустим И видим Что из нас Продолжает Продолжает И продолжает Выходить Раз Продолжает Выходить Это говорит о том Что процесс Этот Желательно Крайне Желательно Продлить И завершить До логического Конца То есть Чтобы Все это У вас Вышло И более того Вроде как Вышло Подождать Еще Денька Два А то Три А Как бы Сказать Знаете Отбросив Грубо говоря Там Тело А опухоль Оставив Голову Она еще Там Потом Потом Просто На восстановление Она Разрастется Опять Как ни в чем Не бывало Либо И это То есть Процесс Окончен Либо Не окончен Дня два Прошло Ничего Нету Нету Все Тогда Можно Выходить Из голодания Выходим Из голодания Все Вот Вот Тогда Мы получаем То что Хотели А так Получается Опять Таки Если Мы Просто Дошли Потом Все Это Прервали Ну И Чего Там Знаете Выбросило Опухоль Там Или Там Это Слизь Слизняк Этот Плесень Это Свою Какую-то Часть А дальше Осталось И более Того Она же Начинает Если мы Вот так Вот Делаем Она Начинает Приспосабливаться И к этим Условиям И дальше Чтобы ее Выковырнуть Надо создавать Еще Какие-то Более Жесткие Условия В организме Все Что-то Тренируется Приспосабливается Не только мы Но и Все эти Паразиты Также У нас Это Само Приспосабливается К этим Условиям Выгнать Их Не так-то Просто Вы уже Многие Столкнулись С этим Делом Вот Что касается Сухого Голода Я уже Значит Сказал Подведем Мысль Закончим То он Не позволит Вот так Вот знаете Как-то Это все Там Сделать По крайней мере Развернуть Механизмы Вот Скорее Всего Скорее Всего Потому что Если мы Берем Плесень Плесень Настолько Жизнеустойчива То Скорее всего Разрушится Сам Организм Нежели Ей Будет Нанесен Какой-то Ощутимый Вред Да Она Может Большую Часть Свою Даже Выкинуть А потом Она Опять Отрастет Как Ни в чем Не бывало И сухой Волод Если даже Плесень Мы Отбрасываем А Хотим Развернуть Вот те Механизмы Которые Разворачиваются На обычном Голодании То просто Напросто Они Не успеют Развернуться Из-за того Что Организм Пересохнет Возможно Это у человека Смотрите Тут еще Какие-то Нюансы Если человек Полный Вот человек Полный Он будет Насухо Голодать И даже Ему Может быть И хорошо Будет Все это Дело Тает Будет Образовываться Вода И так Далее Если человек Обычного Телосражения А тем Более Имеющий Малый Собственный Вес Преобладающий Значит В конституции Жизненный Принцип Ветра То Это Не позволит Ему Ничего Толком Сделать А может Даже Принести Вред Вот Что касается Теперь Смотрите Употребление Голод Так называемый Голод Каких-то Соков Каких-то Травяных Отваров Настой И прочее Это Своеобразная Диета Которая Просто В течении Какого-то Времени Которые Вы Используете Применяете Она Там Делает Свои Там Вещи Но На Разворачивание Вот этих Всех Механизмов Тем более Вот Энергетического Через Чакры Она Практически Никак Не Влияет Она Будет Грубо говоря Ну если Там Смотря Какие Травы Она Там Будет Допустим Паразитов Травить Она Будет Еще Что-то Там Делать Еще Что-то Делать Но Оттого Влияние На Клетку На Генетический Аппарат Клетки И Вот Создание Этой Мощной Энергетики Она Особо Влиять Не Будет Эффект Конечно Будет Который Зависит Именно От Того Что Вы Там Применяете Травы Не Травы То есть Вы Просто Используя Такое Голодание Вы Просто Позволяете Вот Этим Травяным Настоем Отваром Соком И Прочее 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 Какое-то Время Поработать В вашем Организме Чтоб Вы Понимали В чем Разница То есть Это Не Голод Который Работает Своей Этой Энергетикой И так Далее Там Плотняет Вот Создает Условия Что Все Помирает А будут Работать Вот эти Там Травы Отвары Настои И так Далее И Наконец Таки Вот Что Мы Привыкли Связывать С голодом Допустим Это Блокады И прочее Если Человек Не доедает Не доедает Он Естественно Не запускает Там Вот Этот Аппарат Вот Этот Энергетический Аппарат Который Начнет Все эти Вещи Там Делать Превалирует Теперь Энергетическое Поступление Энергии Тавтология Какая-то Да Ну Примерно Так У вас Увеличивается Вот Этого Не будет Происходить Потому Что Вы питаетесь Вы Пытаетесь Там Восполнять Через Желудочно Кишечный Трак Пищу И В итоге Не до Получая Пищевые Вещества У вас Потихонечку Идет Истощение Со Всеми Вытекающими Дистрофическими Явлениями Что и наблюдается Вот Обычный Голод Почему Его бояться Она Потому Что Человек Слабеет Возникает Дистрофия И Грубо говоря На этом Вся эта Жизнь Заканчивается А Лечебного Там Особо Ничего Не будет Происходить Это Это важно Понимать Подводя итог Нам Важно На голоде Запустить Два процесса Первый процесс Это Снижение Потребления Энергии Через Желудочно-кишечный Тракт И Увеличение Энергии Поступление Энергии Через нашу Систему Преобразования Энергии Через Чакру Вот Если мы Вот это Вот делаем Значит Мы Добиваемся Нужного Результата Я думаю Что Более Менее Там Я Ясно И Понятно Рассказал Хотя Избивчивая Тема Такая Знаете Но Тем не Менее Тем не Менее А Обычное Голодание Ну Допустим День Там Человек Голодает Три Дня Там Семь Дней Там Две Недели Это Очень Хорошо Влияет На то Чтобы Поднялась Самооценка Человека Дисциплина Плюс Естественно Включаются Вот эти Все эти Очистительные Механизмы Очень Хорошо Когда Что-то Не Потребляется Внутрь То Превалируют Процессы Выбросы Изнутри Организма Наружу Вот что Я думаю Важно Понимать И Вот этих Вот вопросов Что там Эффективно Вот это Такой Голод Секой Голод Я думаю Вот Для себя Я разобрался И ответил Ну если вам это поможет Я буду рад